На Всемирной выставке в Дубае провели Национальный день России. Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел павильон нашей страны на Экспо-2020. Дни Москвы состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах. На Экспо-2020 российская столица представила свои возможности и достижения. Национальный день России на Всемирной выставке в Дубае. В Отечественном павильоне провели конференции и праздничные мероприятия. Среди гостей и участников – высокопоставленные лица Объединенных Арабских Эмиратов и нашей страны. Во главе российской делегации – премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с генеральным комиссаром Экспо-2020, министром толерантности ОАЭ, Нахаяном Бен Мубарак Аль Нахаяном, они открыли празднование Национального дня России и осмотрели выставку. Российский павильон на Всемирной выставке в Дубае – один из крупнейших и самых популярных среди посетителей. Главная тема нашего представительства на Экспо – творческий разум, определяя будущее. Сквозной мыслью всей экспозиции стал призыв к взаимодействию и обмену идеями. Центральный экспонат – семиметровая инсталляция человеческого мозга. Идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества. Россия, стараясь быть первой, никогда не идет в одиночку. Мы приглашаем Международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в самых высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, в авиации, в зеленой энергетике, в мирном атоме. Считаем, что технологическое будущее – это общее дело. Здесь не может быть границы и запретов. Сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в последние годы набирает обороты по многим направлениям. Это и высокотехнологические отрасли, и культура, и торгово-экономические отношения. Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются. И в прошлом году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня – 3,3 миллиарда долларов. А за 10 месяцев этого года объем двухсторонней торговли вырос почти на 75% и превысил 4 миллиарда долларов. Это новый исторический максимум. Высокий уровень российско-эмиратских отношений подтвердили и состоявшиеся на полях Всемирной выставки переговоры между премьер-министрами России и ОАЭ. Михаил Мишустин и Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провели встречу за закрытыми дверями. По итогам общения глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей «Экспо-2020», в которой пригласил всех в Россию. И выразил надежду, что Москва станет хозяйкой Всемирной выставки в 2030 году. Заявка на проведение «Экспо-2030» в российской столице на этой неделе – одна из главных тем нашего павильона на выставке в Дубае. Здесь устроили временную экспозицию, посвященную Москве. Мэр столицы Сергей Собянин провел экскурсию по выставке для Михаила Мишустина и Нахаяна Бен Мубара Кальнахаяна. Они ознакомились с достижениями Москвы в области современных технологий, культуры, гастрономии, транспорта, предпринимательства и туризма. Статусные гости увидели главные достопримечательности мегаполиса при помощи виртуального аттракциона «Полет над Москвой». Это завораживающие съемки Кремля, парка Горького, МГУ имени Ломоносова, ВДНХ и других знаменитых мест столицы с высоты птичьего полета. Марка, эксперты, новые объекты, инновационное наследие – это наш любимый город, он также еще и инновационный. Поэтому, конечно же, то, что Москва стала кандидатом в проведение экспозиции в 2020 году, для нас очень важно. Мы поддерживаем и знаем, что все будет сделано на самом высшем уровне абсолютно точно. Все наши возможности, технологии будут продемонстрированы. В начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах провели Дни Москвы, организованные столичным департаментом внешнеэкономических и международных связей. Большая часть программы на полях Всемирной выставки. Центральным событием Дней Москвы на Всемирной выставке стал Форум России, определяя будущее. Сборное развитие инноваций и креативных индустрий позволяет уверенно говорить о том, что в 30-м году в Москве будет что показать на Всемирной выставке Экспо. Как мэр города, свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для успешного и гармоничного развития города. Города удобного для жизни и привлекательного, открытого для гостей. Сергей Собянин рассказал участникам форума о главных достижениях в основных сферах городской жизни. Это и рекордные темпы строительства метро, и новые технологии в инфраструктуре мегаполиса, и реновация, и, конечно, успехи в борьбе с COVID-19. Право провести Всемирную выставку получают города, за которыми стоит большая история успеха, и которые устремлены в будущее. Города, которые открыты всему новому и людям со всего мира. Таким городом является наш гостеприимный хозяин Дубай. Таким городом является японская Осака, которая примет ЭКП в 25-м году. И такой город Москва, потому что вслед за Дубаем и Осакой пришло время провести ЭКП в Москве. Дни Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах – это не только продвижение российской столицы в качестве хозяйки ЭКП в 2030 году. В обширной программе – официальные встречи по обмену опытом, конференции в Дубае и Абу-Даби. Есть и культурная составляющая – выставка современных российских художников, мастер-классы и молодежные мероприятия. Все для того, чтобы укрепить сотрудничество российской столицы с ближневосточной страной через личное общение, знакомство с культурой и традициями во всех сферах взаимодействия. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok